Что ж, ребят, продолжаем проходить Аркс Фаталис, и на этот раз мы будем, значит, выполнять несколько дополнительных квестов для того, чтобы прокачать нашего героя. На этот раз не в плане его уровней, а в плане рун и различных предметов. Значит, для начала я зайду обратно к королю, но мне нужно вооруженную. Кстати говоря, у тех, у кого, так же как у меня, проблемы с заклинаниями, смотрите в настройках графики. Возможно, у вас просто слишком быстро идет игра, и поэтому она чертит руны слишком прерывистой, и поэтому вам будет сложновато их, в общем-то, произносить. Я сейчас с трудом настроил, то есть так, чтобы игра и не тормозила, из-за чего ускоряет слишком сильно ходьба. В данный момент, видите, нормально у меня ходят, не слишком ускоренный. Значит, я вооруженную сейчас зайду, возьму все колчаны стрел, и чуть позже объясню, зачем. Да что, чуть позже, я прямо сейчас объясню. Дело в том, что мы сейчас пойдем в то место, где есть братья-торговцы, близнецы их вроде как называют, или что-то типа того. Вот видите, сейчас как ускорился, прям взял и скопнул куда-то. Так вот, им можно продать вещи, а потом спровоцировать войну между кланами гоблинов. В нашем случае там будет клан воды и клан земли, и в ходе этой войны этих торговцев, в общем-то, убивают. И мы можем потом уже у гоблинов забрать все, что было у торговцев, так как они их ограбили и, в общем-то, завалили. Для начала им все продаем, а потом можно все это обратно взять. Так, я сейчас чуть к королю не пошел, мне нужно выйти наружу. Будет много стрельбы, пальбы, так что интересно будет. Сейчас будет раскрываться по полной наше владение луком и все, что мы будем делать. Значит, у меня тут довольно много барахла, которые я сейчас распродам лишнее, чтобы оно меня не грузило. Раз, два, три, четыре, пять, шесть колчанов стрел. Наверное, есть и поврежденные, они так и останутся у меня, не состакуются в один колчанчик. Но это не беда, пойду сейчас к ювелиру, сбагрю все свои медальоны, которые мне абсолютно не нужны. Значит, вот это колечки, абсолютно бесполезные браслеты, все это не нужно. Отпечаток ключа банкира, он, в общем-то, мне тоже очень долго будет не нужен. Это уже надо будет после того, как гоблинам, точнее, не гоблинам, я уже все путаю, начинаю к гномам, сходим. И у них, в общем-то, можно будет ковать вещи. И там же и отпечаток, в общем-то, сделать надо будет из слитков. Значит, ключики, здесь лишний колышек мне пока не нужен. Колышек потребуется в склепе. Кстати, туда я сейчас... Так, полтон какой-то тут у нас получился. Так, эту сумку я освободил. Здесь у меня, в общем-то, все чисто и гладко. Что ж, пошли. Владение гоблинов, подвал владения гоблинов. Поехали. Ну вот, я уже и у гоблинов. Значит, пока я иду, добираюсь до пещер. Расскажу вам про луки. В общем-то, их в игре других и не будет. Вот как я с одним сейчас схожу. Так, в общем-то, и он и будет. Есть, конечно, лук в качестве пасхалочки, который можно за спасение там лорда... Не помню, как его зовут. В общем, он в курицу превратился. Но это пасхалка. Это не... Не назвал бы я сюжетным каким-то игровым луком или что-то такое. Поэтому все зависит чисто от характеристик, не более. Поехали на нижний ярус. Так, подземное озеро называется локация. Я должен туда пройти, но сразу вниз спрыгну. Дело в том, что здесь лежит наш ценный камень Амикара, который я еще ни разу не использовал. Но вообще он позволяет предметам не разбиваться. Это какой-то мертвяк. Что ж, наш шутер начинается. Будем потихонечку выкашивать здесь все, что видим. Так, по-моему. Засекли одного нету. Второй. Нах, мимо. Ничего-ничего. Сейчас насчет кругами бегать, как угорелый. Смотри, смотри, что творит, а? Уклоняется. Я не знаю, может быть, они реально так рассчитали. Но это прикольно. Он пытается уклониться от стрел. Происходит ли такое с обычным ближним оружием? Я, честно говоря, не пробовал. Но, наверное, тоже происходит все-таки от него тоже можно уклониться, допустим, если вы ударите в другую сторону. Но луки, так как я качал чисто вот прям стрельбу и яды, я даже не знаю, какой я сейчас из колчанов. Я присел случайно. Каким я стреляю, но надеюсь, что каким-то из тех, которые нужны, которые отравлены ядом. Здесь есть тайный ход. Он ведет в склеп. С другой стороны будет открываться. Там же у нас ключ будет. Потом можно будет ходить из склепа сюда. Склеп довольно стрёмный уровень, конечно. Играть ночью в него довольно так страшноват. Так, ну вот, кстати, здесь такой приятный сюрприз. Это меч довольно прикольный. Но я не умею пользоваться мечами. Дело в том, что у меня очень мало навыка для этого. Поэтому меч остается без нужды мне. Ну, продам тем же торговцам. Чего, почему бы и нет? Так, и пошли. Попробую активировать портал. Так, там у нас клан воды, насколько я помню. Портал. Сейчас у меня могут быть проблемы с активацией портала. Дело в том, что графика у меня настроена так, что руны очень трудно чертятся. Маленькие разрывы получаются, видите? Ну, давай же. Есть. Активировали портал. Мне это удалось. У вас, если тоже проблемы... Сейчас покажу. Если вот чертится, видите? Вот она разорвала. Иногда разрывает. Вот если такая фигня происходит, это из-за графики. Происходит. В общем, приходится чертить такие маленькие рунки. Крошечные. Вон она, видите, кусочек разрывается. Иногда, конечно, вычерчивает все равно. Ого, тут битва тролля и гоблинов. Поможем. Мне не обязательно добивать, он сейчас сам помрет. А вот этому в задницу. Умирай. Умри. Ну, что-то. Есть. Есть эффект. Чуть дольше, чем я хотел. Наверное, слабо натянул тетиву, и поэтому урон, изначально, который без яда, был довольно слабый. Это гоблины-бандиты. Кстати, если очень быстро сейчас пройти то, что я собираюсь, то гоблины, которые в дальнейшем появятся после войны, они будут тоже протравлены ядом. Видимо, игра их реставрирует, короче, поднимает тех, которые были мертвы, и восстанавливает их обратно, скорее всего. Так, ладно, поехали дальше. Значит, нам нужно найти сейчас клан воды, и вроде как бы он здесь находится, вот в этом закоулочке. Моя рыба большая большая. Что вы тут делаете? Наша народ воды. Наша жить здесь. Наша рыб ломить. Рыбка. Моя рыба большой-большой. Наша не полюбляй клан Земля. Почему? Они жрать крыса. Крыса жрать нельзя. Надо жрать рыба. Твоя их убивай, наши давай тебе большой волшебный штука. Большой волшебный рыба. А на быть раньше, большой шаман. Большой рыба-шаман. Понятно. В общем, обещают они нам большую волшебную штуку, но на самом деле мы ничего не получим после того, как... Выполним их квест. Обманывают гоблины. Ну, дадут нам какой-то медальон, который совершенно не имеет никакой ценности. О! Сейчас видите, у меня скрытность, и поэтому крыса меня не палит. Можно спокойненько из стелса, аки-снайпер стрелять. Вот таким вот образом. Здесь должна быть вторая. Я лучше вот сюда пройду. Подальше от факела, потому что факел меня выдает. Значит, что у нас здесь? Что у нас здесь? Здесь у нас должны быть братья-торговцы. В общем-то, вот они. Которым я могу сбавить все, что у меня есть. А еще я предварительно должен его грабануть. Ну-ка, подходим, отвлекли. Внимание. Я все видел! Ах ты, ах ты, ах ты, какой хитрый. Все видел, смотрите-ка. Ну-ка, еще раз. Оп. Ну-ка, теперь. Все видел? Ничего не видел. Факел, ключик. Ключик от сундука. Сундук лежит вот здесь сверху. Вот он. Его гоблины не смогут взять, потому что он закрыт. Наверное, они, в общем-то, не умеют открывать, что ли. Или как-то. Ну-ка, толканем. Опа. Отходим подальше. Так что-то тебя надо толкнуть. Собираем отмычки. Ключ. Там еще что-то неизвестное, но я думаю, оно... Позже. Вот он, сундук. Мы его откроем. Тут потом все. Постараюсь взять отмычки. Но они мне нафиг не нужны. Здесь торговцам можно продать вообще все. Что я и сделаю. 71 из 100. Стрелы, стрелы. Яд 7. Стрелы, стрелы. Ну-ка, попробуем. Значит, не понял. Ну, какая фишка-то интересная, да? Ну-ка. А здесь? Здесь. Ну-ка, еще раз. Да, здесь нормально. А, видимо, стрелы с ядом... Нет, хотя стрелы-то были без яда. Яд 7. 4 пачки стрел. Так, а здесь-то куда пропали? А, нет, вот они, 3 стрелы. Отлично, я их сейчас... Я все хочу купить. Я понял. Я случайно их в один слот закатал. Видите, что происходит? Значит, стрелы, которые я продаю, складываются в одну пачку. И в дальнейшем я их также и возьму из одной пачки. У меня получится 7 пачек в одном слоте, грубо говоря. Так, также я продаю им щит. Дубинки все тоже застакиваются в одну пачку. Сейчас главное пойти к клану воды. Насколько нет огня. Все, все, я уже брежу. Клану земли. У клана воды я уже был. Так, ключики все на одну связку. Сюда я еще должен хоть что-нибудь продать. Сыр продам. Порошок перетираем. Надо освободить как можно больше места у себя в инвентаре. Вот тут вот удочки. Что можно с багритем? Вот это продать за бабло. Нам это не лишнее будет потом в дальнейшем. О, вот это вот все. Вот это. Это сюда отмычки. Так, я вот веревку, к сожалению, теперь не могу продать. Значит, все фокела в одну. Там осталось для веревки место? Нет. Все, веревку я не продам. Да ну и фиг бы с ней, с этой веревкой. Так, этого ограбил, этого ограбил. Все, дело сделано. Пошли выполнять квесту землировик у клана земли. Значит, мне нужно пройти сюда. Хорошо, что хоть я теперь не летаю как Супермен, это все тоже из-за настроек графики, когда падает FPS, а из-за записи видео с экрана она как раз и падает. И происходят такие вещи, как ускорение персонажа. Чем описан этот бах? Я не знаю просто, чем его объяснить. Но вот так вот происходит. Так, где-то здесь у нас располагается клан земли. Здорово, чуваки. Что вы тут делаете? Наша, клан земли. Ух, жить хорошо. Ненавидеть клан воды. Почему? Они глупые вонять рыбой. Твоя их убивай, а наша давай золото. У наше быть сокровище. Я подумал. Вот, эти дают задание, в общем-то, уничтожить клан воды. За что дадут сокровища? Ладно, пойду. Уничтожу клан воды. А потом уничтожу и клан земли. Но сначала, конечно, сдам квест. Так. Если я не ошибаюсь, надо куда-то сюда. Или ошибаюсь. Ошибаюсь, ошибаюсь, ошибаюсь. Вот сюда вот надо. Хожу чисто по карте. Тут, конечно, я не настолько круто ориентируюсь, чтобы все это так выполнять. Очень круто. Так. Так. Сейчас беспаливаю. Присядет, сейчас порыбачит. О, я даже из скрытости попробую. Ну-ка. Удар в спину. Видите, они даже меня пока еще не спалили. Второй. Сучник им играть интересно. Вот, промазал. Давай. На всю набираем. Что ж ты круто? Есть. Я убил клан воды. Как там будет сейчас написано. Не знаю, смогу ли я это торговцам продать, остальное. У них, кстати, тут вот ключ. Они мне обещали сокровищ. Сейчас покажу, что именно за сокровища у них. Обманщики, короче, эти гоблины. Никакого сокровища у них нет. Да забер. Они мне. Так, где там ключик-то? Вот такой амулет. Обычный, которых тут уже было несколько штук в игре. И, в общем-то, они не представляют практически никакой ценности. Ни для меня, ни для кого прочего. Значит, тут у меня стрелы. А, это вот. Часть от удочки. Вот бывает такое иногда. Берете и... Видите, куда она улетела, эта удочка? Это какое-то безумие, конечно. Вот и как я ее туда швырнул? Ну-ка. Да куда что, летучая? Ой, жесть. Ладно. Забираю все, что у них есть. Я это сейчас. Сдам квест. Сдам торговцам. Вот что такое. А, это стрела моя. А, вот, кстати, да. Здесь еще один камень, а металл, насколько я помню. Если тут ходить, кстати, когда рыбачит этот гоблин, то он будет ругаться на нас. Типа, рыбу распугиваешь. Что ты тут творишь вообще? Ну, довольно весело. У них озвучка еще такая юморная у этих гоблинов. Поэтому можно немножко поначалу походить, послушать их реплики, как они прикалываются. Тролли и тролли я замочу чуть позже. Так. Опыта, насколько я знаю, они не дают эти вот сейчас квесты за клан воды и земли. Моя колодец. Они мертвы. Все мертвы. Твоя человек, но... Хороший. Вот твоя золотое сокровище. Твоя человек, но хороший. А, что ж. Так, так, так. Здесь есть скрытное место. Крыса? Крыса где крыса? Крыса. Погнали уничтожать. Первый готов. А второй там спит даже и не просыпается. Получай. Есть. Значит, что у него тут? Есть сырочек. Оружие? Оружие вот. Сейчас все окончательно скину. Значит. А, крысы эти непригодны, они их ели, так что у них никаких ребрышек нету. Они, видимо, все уже захомячили эти гоблины. Как говорят тролли, проклятые гоблы. Оп, меня снова прокинуло из-за проседания FPS. Ну, бывает тут такое. Вот тут чесночок. Да, в общем-то, все возьму. Ну, чеснок я им просто зачаровывать могу. Луки или оружие прочее, мне ловкость довольно хорошо заходит. Поэтому чеснок я подбираю. Погнали к торговцам. И, в общем-то, оба клана я уничтожил. И теперь нужно к торговцам добежать. Скинуть остальной товар, который у меня остался. И выйти из зоны здесь, из этой локации. Как только я это сделаю, запустится скрипт. И, в общем-то, начнется война между кланами этими. Между гоблинами. И они в ходе этой войны будут мародерствовать. И уничтожат этих торговцев. Как бы каждое действие тут влияет на то, что происходит в данном мире. В игровом. Такой красный туман везде. Так, а что я тебе могу скинуть? Удочки у меня. Здесь продано. Есть. Три удочки. Эта удочка почему-то помещается отдельно. Почему, я не знаю. Так они решили. Наде вам каравай. Каравай. Кого хочешь, выбирай. Вот это бы скинуть. Так. А где дубины-то все? Где дубины? Здесь дубины. Они тоже в пачку складываются. Поэтому я потом все это обратно смогу. Куда я продавал вам факела? Факел держите. Топоров нету? Нету. Удочки. Морковки. Все. До последнего. Выжму из них. До последнего цента. Или что здесь за валюта? А вон хлеб, чеснок. Чеснок уже просто и пихать-то некуда им. О, дубина. Еще одна дубина. Еще одна дубина. Запихаю ее сюда. И потом я обратно все это возьму и уже продам. Слушай, я и стрелы могу сюда же им. Нет, не могу. Я их использовал. Ясненько. Есть для рыбы место. И для ожерелья. Все. Погнали. Запускать скрипт. Так сказать. Точнее, игровую механику. На начало войны. Так. И здесь у нас выход. Кстати, можно зажечь. Нет. Есть. Правда, не знаю, зачем мне это нужно. Выходим. Здесь территории, кстати, тоже можно к нагам попасть. Там довольно интересное испытание. Но это я сделаю чуть позже. А пока я вернусь обратно. Видите, что происходит? Сейчас будем их с-под тяжка вырубать. Они вражеские. Я их поставлю. Они меня не засекли, потому что у одного я со спинью, а другого довольно далеко. А так бы они меня, конечно, бы дубасили. Сейчас, кстати, вот эти дубинки подниму и покажу, что они с теми, с предыдущими не будут соединяться. Что у нас здесь? Значит, 8 отмычек. Видите, все в одном слоте находятся. Ну-ка, стрелы. Так, это надо вот сюда запихивать теперь. 7 колчанов стрел. Я могу просто стрелы теперь вообще. Просто не думайте о них никогда. 8 дубинок. Мой же обратно меч. Так, теперь руны, которые у них продавали. Все это теперь абсолютно бесплатно. Можно брать спокойно. Значит, что у нас? Мовис нету. Беру. Сразу же терра тоже не было. И стригу тоже не было. Заклинания теперь выше крыши, включая всяческие там левитации. Отлично, отлично. Собираю все свитки. Они мне еще много раз пригодятся. Особенно в склепе и в последующих уровнях. Там просто заклинания будут жизненно необходимы. Два рычага в одном слоте. Кстати, да, я же мог бы рычаги взять. Что-то я не подумал. Ну ладно, это не беда. Те рычаги, которые там оставил я, надо было брать с собой тоже и объединять их все в один слот. Так, ну-ка встряхнем. Берем три удочки. Супер крутой меч. Палку от удочки выкладываю сюда. Не, нафиг не нужно. Меч беру. Лук. Лук. Вот эти вот ребра оставлю здесь. Плюс ко всему они почему-то не поджариваются. Заселение видимости. Вот эту вот граниту тоже оставлю здесь. Возьму нож. Лук могу взять? Пока не могу. Еще раз перемешаю. Ага, ага, ага. Что тут ценного-то можно взять? Шлем на продажу. Почему-то одна удочка не объединилась с остальными. Возможно, она использована. Возможно. Здесь пусто. Здесь осталось всякое барахляндия. Конечно, хочется лука взять. О, и я смог это сделать. Отлично, отлично. Пойдемте, покажу вам, что стало с торговцами. После нападения гоблинов. Вот они, видите. Я здесь скрытен пока. Буду из засады отстреливать их. Собачка. Кстати, они с собачкой. Если долго на них смотреть, они тут с собакой начинают драться. В общем, полные беспредельщики. Вот это распина. Вот чем хороши здесь луки. Можно просто из-под тяжка. О, в стелсе, можно сказать. Фигарить тут. Так, ключ я заранее спер. Ага. Он, наверное, у меня в связке. Ага, так, есть. Тут золотишко. 552. И кольцо регенерации. Для кольца у меня места уже и нет. А что делать? Да, выкину, наверное, вот эту вот дубину. Не особо она ценности представляет. Здесь под подушкой записка. На этой карте указан путь в логово женщин-змей. Там много товара, которые можно продать за хорошие денежки. Это в дальнейшем пригодится. Можно пробраться в логово женщин-змей не только через следующий этап, на который я сейчас выходил, но и через другой путь, который находится в локации, которая рядом. Так, отмычки. Как видите, я их не могу взять, потому что они не стыкаются с этими восьмью отмычками. Так. Топоры оставлю здесь у торговцев. Возьму отмычки. Собака спокойненько, спокойненько гуляет. Сыр вроде у меня там был. Здесь я ничего не оставил. Дубину только. Дубина мне не нужна. Каравай, каравай. Кого хочешь, выбирай. В общем, что? Пойду в город продавать лишнее. Все, что награблено. А мне практически ничего не нужно. Я пользуюсь луком. Стрелы у меня есть. Целых семь пачек. Эту пачку, которую я уже использовал, можно даже и продать. Она мне нафиг не сдалась. Что здесь? Ничего интересного я здесь, наверное, не найду. Можно, конечно, походить. Ну, давайте, похожу. Ну, что ж, поищу. Может быть, здесь еще пару крысятин завалю. Да и что-нибудь для опыта чисто. Вот она. И крыса, и гоблин. Ну, первого надо гоблин, конечно. О, видели? Сквозь, сквозь него прошел. Ничего у него нет. Дубину я брать не буду, потому что мне уже некуда. Это что? Это откуда? Стрела моя вылетела чуть позже, чем я ее запустил. Так, здесь я был. Надо по низу обойти. Просто чисто на сбор экспириенса. А, вот эти вот крысяки долбанные. Они постоянно нас будут домогаться. Мягко так говоря. Так, надо ядом травануть. Стрелы уже отравлены. Чтобы больше урона выносить. О, куски золота. Так, только вот сначала крыса, чтобы она нас не подуспокоила. Вижу, хвостом шевелит, да? Нет, не шевелит. Это уже мертвая крыса. Так. Показалось. Куски золота можно тоже запросто продать. Но они не очень дорого, но ювелир их покупает. Хм, фальшивые факелы. Или уже отгоревшие. Точно неизвестно. Так. Отлично. Ползучий опыт. Есть. Здесь что-то там показывается. Ну, почему оно показывается, я честно говоря не знаю. Троллей потом попозже завалю, пока мне они сильно не мешают. Да и особо не нужны. Опыта мне вполне достаточно здесь, чтобы, значит, выполнять задание уже в трактире Желтый тюльпан. Сейчас через телепорт пойду в город, распродаюсь и иду к женщинам-змеям. Да, наверное, к ним портал к большому обвалу, владение гоблинов, портал варк с первой ярус. Погнали. В общем, ребят, такая прикольная фишка с братьями-торговцами и с стакающимися предметами. Пользуйтесь, это довольно круто. Так, я продаю все лишнее, что здесь есть. Это я броню, я сейчас кузнецу распродам. А здесь у нас что есть? Сыр абсолютно ненужный, куча барахла, которая мне не требуется. Часть, наверное, вот удочки. Сразу по три штуки. Вот здесь вот их четыре штуки. У этого торговца будут по одному покупаться, так что, увы, зелье это одно из них только стоит 300 почти. Да, тут все дорого, к сожалению. Все остальное я, наверное, пойду к кузнецу продавать. Восемь дубин просто в одном слоте. Надо было мне и все эти палочки тоже. Видите, как они удобны. Теперь здесь две штуки. Ну ладно, две и буду с собой носить. Остальное мне не очень-то и нужно. Значит, что, сейчас распродаю все кузнецу, что у меня есть. А дальше иду, наверное, к женщинам-змеям. Можно, конечно, и в склеп сходить. А, нет, в склеп мне пока рано. Вот, видите, как они запираются. В склеп мне пока рано. Кстати, наверное, заметили небольшое улучшение графики. Это я с настройками поковырялся. Тут немножко, чтобы было лучше все видно. Так, распродаю этот меч. Кстати, очень круто смотрится. И очень большой урон он наносит. Урон плюс 11. Всем, кто играет в войнами. А этот я сначала починил, чтобы он дороже стоил. 37 из 80, прочность. Как новенькая. 66 из 79. Я довольно неплохо его местом тут заправляю. Так, это все барахло продаю. Оно мне не требуется. А что еще тут лишнего? Все дубины. А это, наверное... Да, это тоже туда же. Шлем абсолютно для меня бесполезный. 10 колышков. Этого более чем достаточно. Лук. Лук вообще не изнашивается. Здесь есть лук. А я его, наверное... Да, вот здесь вот. Я думал, что здесь его и нету больше. Ну-ка, упорядочим. Немного освободил. Значит, что? Можно, конечно, и в склеп дойти. Мне позволяет опыт это сделать. Так. Стрелы я, наверное, израсходую чуть позже. Конечно, тут каждый слот просто на вес золота. Значит, где я у нас... Хотя, в принципе, для последней можно и в желтый тюльпан дойти. Но для меня, конечно, он может стать очень таким опасным местом. Ну, прокачка луков, в принципе, должен справиться. Сейчас продам один набор отмычек. Хотя, что я, наверное, продам их все. Все равно не пользуюсь. С другой стороны, настаканные 8 слотов отмычек очень прикольная вещь. И не хочется от них избавляться. А, вот, золото, точно. Я не знаю, уйдут ли еще торговцы из своих лавок, чтобы можно было у них спереть так же в пачках. Да, конечно, я заберу их. Да, конечно, медальон забирай, гоблинский этот, который у них суперкрутой, мощный, волшебный артефакт. А для меня абсолютно бесполезная чепуха. Ну, да. А раньше, я думаю, тоже спорит. Так, а может палочки тоже? Сейчас у меня остаткнется, ну-ка. Нет, видите, как не залазят. Ну, в общем, все. На этом я и закончу. В следующем видеоролике уже будут дальнейшие приключения. Решу, куда пойти. Либо в скрепь я сейчас все равно не могу пока, либо, значит, в желтый тюльпан и выносить там служителей культа. Либо к женщинам-змеям и выполнять их задачи головоломные в храме иллюзии. Это тоже довольно интересно. Я поначалу очень долго мучился. В общем, на этом все. Если вам понравился видеоролик, не забудьте поставить лайк, пишите в комментариях все прочие секреты и фишки с прохождением. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Не забывайте подписываться на канал, если вам нравятся мои шедевры, мое творчество, можно так сказать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok